После установки V-Ray слева появляется вот такая панель. Здесь все инструменты, все объекты V-Ray. Это первое. И второе. Здесь еще то, что очень такая полезная вещь. В начале, ну или для быстрых настроек. Они так и называются. V-Ray Quick Settings. V-Ray быстрые настройки. И есть V-Ray Light в виде плана. Купол есть, дом, есть сфера, есть Mesh Light. Это тоже все находится вот здесь. Оно продублировано. Вот V-Ray Light. Вот он план, вот он дом, вот он сфера и Mesh. Вот солнце есть, есть камеры, есть список. Этих, ну, света V-Ray используемые и созданные в сцене, в текущей. Значит, как мы настраиваем. Вот, допустим, какой-то объект. И вот у нас камера V-Ray. Значит, мы создали нашу архитектурную сцену экстерьера. Экстерьерную сцену. Выбрали камеры, выбрали из списка ниже V-Ray, V-Ray Physical Camera. Дальше я создал вид. Вот, камеру поставил. Нажал, какую? С, да? С нажал. Перешел в вид из камеры. Нажал F. F это включение сохранительной рамки. То есть, что это обозначает? У нас разрешение рендера и рабочего пространства, естественно, не совпадает. И сохранительная рамка Save Frame нам показывает область рендера. То есть, в результате мы отрендерим. И именно вот такая картинка с таким соотношением сторон у нас будет. Мы получим ее в таком виде. Все, мы настроили. Значит, на перспективу перейти P. Все, камера у нас стоит. И берем свет. Освещаем мы пока V-Ray. Да? V-Ray и берем V-Ray Sun. V-Rayевское солнце. Значит, отсюда у нас солнце будет светить. И будет светить вот сюда. Ставим в центр. Хотите ли вы автоматически добавить V-Rayевское солнце как Environment Map? Ну, как окружающую среду. Да, хотим. Не скидывая выделение, поднимаем наше солнце. Все темное, потому что реалистик включен. Реалистик на Shader переключаем. И нажимаем C. Переходим обратно в камеру. Заходим в материалы. И в материалах нам нужно найти V-Ray. V-Ray не будет доступен, потому что он не включен, не активирован. Для того, чтобы активировать, нужно в рендеринг зайти, Render Setup, либо F10. Значит, нажимаем на Render Setup, либо F10. Вкладка Common. Здесь Assign Renderer. По умолчанию Default Scanline Renderer стоит. Нам нужно V-Ray Advanced. Продвинутый нужно использовать. RT пока нет, потому что это Real-Time. Рендер в реальном времени. Мы меняем и тут же видим изменения. Но нам пока этого не нужно. ОК. И нажимаем Save as Default. Сохранение по умолчанию. Дальше. Заходим в материалы. И вот у нас V-Ray тут же появляется. Потому что мы его включили. Посередине у нас V-Ray MTL. Универсальный материал V-Ray. Для того, чтобы перейти в его настройки, нужно по заголовку, по шапке щелкнуть. Не вот сюда, а вот именно по шапке. Понятно, да? И здесь вот в диффузном цвете. Просто сейчас цвет меняем. Берем, ставим, допустим, какой-нибудь ОК. Как назначается этот материал? Вот у нас такой кружочек есть. И его переносим сюда. Готово. Другой материал создали. Два раза щелкнули. И перенесли сюда. На другой объект. И сделали, допустим, вот такого цвета. Значит, на этот раз у нас навигация будет осуществляться вот этой панелькой. То есть у нас вращение, вот, именно вращение в навигации не будет с альтом и зажатым скроллом работать. Только вот этим. Орбит камера. Только этим инструментом. Отдаляться мы тоже не сможем. Вот скролл тут не работает, колесико. Только доли камеры. Приблизить, отдалить. Приблизить, отдалить. Изменение перспективы. Искажение перспективы. Больше, меньше. Левой кнопкой зажимаем. Единственное, что работает, это перемещение. Перемещение самого вида, самой камеры. При помощи зажатого скролла. И теперь нажимаем на V-Ray Quick Settings. Быстрые настройки V-Ray. И вот у нас тут. Экстерьер. Интерьер. Спецэффекты. И предметный, студийный рендер. Теперь у нас, соответственно, это экстерьер. Нажали на экстерьер. Ничего не меняем. Единственное, во втором списке, чтобы это было побыстрее, выбираем Irradiance Map плюс Light Cache. И рендер. После того, как мы получаем картинку, нажимаем на дискетку. И сохраняем. Имя файла, тип файла. JPEG. Сохранить. Ок.